Здравствуйте, дорогая Мария. Добрый вечер, дорогой Михаил. Мария, ваши чувства изменились с пятилетнего возраста? Вы не поверите, вы меня не узнаете даже. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Мы поговорим о том, насколько у людей с возрастом меняются эмоции. Ну, давайте разберём какие-то простые такие эмоции, которые как бы все испытывают. Например, чувство страха, любовь, чувство радости, счастья, чувство одиночества и так далее. Ну, вы можете свои добавить по ходу пьесы. Михаил, я стал очень рационален к своим годам. Знакомство похоже на собеседование с целью понятия нравится-не нравится. Моя романтичность за прошлые годы вообще выгорела до пепла. Можно, может ли быть полезным попробовать влюбиться в девушку так же безбашенно, как в 19? Ну, вот читаю, как написано. Или сейчас это уже не нужно и невозможно, и будет просто нежеланием реально смотреть на женщину и ситуацию? Знаете, вы попробуйте. Я-то обеими руками за. Так, вчера парень говорит следующее на лекции в Нижнем Новгороде. Он говорит, Михаил, у меня такая история. Я когда вижу девушку, я могу в ней влюбиться. Когда я начинаю с ней общаться, я к ней уже никак не отношусь. Что это и что с этим делать? Так вот, Денис, я ему объяснил, что проблема в том, что у него низкая самооценка. И как только девушка становится его девушкой, у нее пропадает интерес. Вот так многих людей бывает, которые не любят себя. Потому что пока это как бы не моя девушка, она мне нравится, я влюбленный. Хочу, не могу. Как только она говорит, да, пожалуйста, берите на здоровье. Говорит, да, спасибо, не надо. Потому что эта уже девушка становится твоей, а ты себя не очень любишь. А раз ты себя не очень любишь, то ты девушку тоже очень не любишь. Михаил, здравствуйте. Я не помню, ответили вы на мой вопрос или нет, но я повторяю. Как заставить себя делать то, что приносит деньги, а не заниматься всякой хренью, как пишет наш слушатель? Еще раз, пожалуйста. Ну, в моем случае, и я это проповедую, что приносит деньги больше всего. Деньги приносят то, что вы именно любите. И нет такой хрени, как вы выражаетесь, которая не приносит деньги. Вот я, например, психолог, да. Да, психологи, как вы сами знаете, не самые высокооплачиваемые профессии в мире. Я не жалуюсь, мне вполне удовлетворяет, сколько я здесь зарабатываю. Вот. Другой вопрос. Считаете вы это хрень или не считаете, это как бы уже ваше право, но это так. Добрый вечер. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Виктор, у меня проблема такая. Значит, с женой развелись, но я ее очень люблю, никак не могу забыть. Вот как мне за это состояние выйти? Вот, никак не могу, уже прошел четвертый месяц, и я прямо все месяца не нахожу. Ну, Виктор прямо бедный задыхается, я ему отвечу на вопрос, хотя это не по теме. Виктор, а вы развелись по инициативе жены? Да. То есть, я правильно понимаю, да-да, говорите, рассказывайте. Да, значит, там ситуация, значит, у меня дети футболисты, занимаются в футбольной команде, и она загулялась с тренером футбольным из школы, где занимаются дети, и в него влюбилась. Я понял, у меня к вам простой вопрос. Скажите, пожалуйста, а зачем вам человек, который вас не любит? Вы говорите, а можно ее вернуть как-то? Что-то, вам это зачем? Да не зачем, просто люблю, без нее не могу. Ну, вот я вам объясняю, что, к сожалению, это то, что вы рассказываете, к любви не имеет никакого отношения, это такая наркоманская зависимость. Почему, спросите вы? Объясню. В здоровом смысле любовь испытывают здоровые люди тогда, когда это взаимно. А что происходит, когда это не взаимно? Происходит детская история, когда ребенок любит маму и папу, но при этом он не знает, любят ли они его. Бывает так, что они себя очень жестко ведут, агрессивные, истеричные, холодные, какие угодно. И ребенок начинает страдать, он начинает за ними бегать, обращать на себя внимание. Кто-то хулиганит, кто-то на одни пятерки учится, каждый, так сказать, в меру своих особенностей проявляет эту зависимость. И когда человек вырастает, дорогой мой, вот как вы, уже взрослым становится, ему, чтобы полюбить другого, надо пострадать. И наоборот, когда вот так происходит, как у вас, когда жена вас не любит, влюбилась вообще в другого человека, то у вас только еще больше обостряется желание ее вернуть. Почему? А вы и в детстве это уже испытывали. Вы бегали за мамой с папой, они, видимо, не обращали на вас внимания. Я сейчас утрирую, но примерно так это даже в утрированном виде выглядит. Притом они вас любили, но как могли, не так, как ребенок ожидает. И это, кстати, огромная проблема для миллионов людей во всем мире, потому что люди с таким бэкграундом, люди, которые вот так вот страдали прямо с рождения, получается, что они всю жизнь как бы обречены на то, чтобы любить безответно. Бегать за человеком, пытаться его вернуть, ну, короче, такие грустные истории. Более того, когда этот человек, не дай бог, развернется к вам лицом, скажет, да бери, и говорит, ой, вот сейчас уже не надо, не люблю. И это проблема такая, я бы сказал, наркоманская. Как эту проблему решить? Во-первых, вам надо перестать играть любовь и не рассказывать, что я люблю, не могу без нее жить, а сказать себе, что у меня, к сожалению, такая проблема психологическая. Мне очень надо заморочиться, мне нужно пострадать. И так как моя жена мне это все дает, вот поэтому я хочу ее и вернуть. А на самом деле, по моему третьему правилу, вы должны были один раз сказать жене, потому что жена на ровном месте ни в кого не влюбляется. Сначала у вас должны были быть проблемы и так в семье, для того, чтобы она в кого-то влюбилась. Что там есть ситуация повторится, я уйду. Она повторяется, вы уходите. И вы таким образом меняете свое либидо. Когда ваши либидо вы поменяете, вы вообще забудете, как жена выглядит. Так что я вам советую не тратить на это время, а пойти к психологу, если вам тяжело это одному перенести. И постепенно соскакивать с этой, в общем-то, нездоровой историей. Добрый вечер. Здрасте. Алло, добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Виктория, очень рада, что я вас дозвонила. С удовольствием слушаю вашу передачу, спасибо большое. Михаил, вы знаете, у меня не то чтобы вопрос, но есть такой небольшой комментарий к вашей теме. Я очень-очень-очень люблю всю свою семью. У меня трое детей, у меня чудесный муж. И когда мы с ним познакомились, 10 лет назад буквально, там была такая прям любовь, прям вообще, прям вдруг на друга смотрели. Потом начался такой период, когда люди смотрят в одну сторону. Это вот цитируете Антуана Сент-Экзепери? Да, совершенно верно. Ну, вот как-то правильная семья, вот, ну, как-то все у нас как-то правильно и хорошо. И я его люблю не меньше, мне кажется, даже больше. Но в связи со своей занятостью, постоянно, и он занят, и я занята тоже, у меня все меньше и меньше шансов, знаете, выгодить ему свою любовь. И мне кажется, что я к нему немного охладеваю, по крайней мере, вот мои поведенческие моменты какие-то, они об этом говорят. Вот, и иногда, я бываю, никогда не ссоримся, не ругаемся. Вы думаете, это проблема? Вы живой человек, у вас есть эмоции, нормально. Да, да, ну просто, да, ну вот мне кажется, что ему кажется, что я его люблю меньше. А ваш муж вам об этом говорил? Нет, никогда в жизни мне такого не говорит никогда. Мы с ним, ну, как-то он чувствует меня вообще. Вы знаете этот знаменитый анекдот, когда в семье родился ребенок немой, его водили по врачам, врачи говорят, ну, мы не знаем, но он не разговаривает. Да, он у вас не разговаривает, он немой. И когда ребенка было 5 лет, они сидели за столом, и вдруг ребенок говорит, Соль, передайте, пожалуйста. Ну, тут родители в обморок падают, потом встают, говорят, сынок, а что ж ты раньше молчал? Говорит, меня раньше все устраивало. Так вот, если ваш муж ничего не говорит, значит, все устраивает. Так что не переживайте по этому поводу. Наверное, это меня немножко не устраивает. Что, что муж не жалуется, вас не устраивает? Нет, нет, меня, ну, не устраивает. Слушайте, вы знаете, люди живут так, как они хотят жить. Никакой занятости нет, вас никто не заставляет, ни вас, ни мужа работать больше, чем когда вы познакомились. У вас такая жизнь, она вас, видимо, устраивает. Вам все это нравится. Ну, вы так живете. А то был у меня один знакомый олигарх, который говорит, Старик, вот бросить бы все, что бывает важнее дружбы? Ну, извини, слушай, мы завтра договорились, я помню встретиться. Я не смогу, у меня с немцами серьезные переговоры. Я таких людей знаю, видел. Люди всегда выбирают то, что им нравится. Что бы они при этом вам не рассказывали, что они бы все плюнули бы. Вот. Как в этом, знаете, мужчина, который моет туалеты в аэропорту, говорит, ну, как задолбало все, говорит. Дерьмо кругом одно уже, запахи воняет. Говорит, я тут уже столько лет работаю, говорит, ну, все, не могу. Говорит, да бросай это. Говорит, ты что, уйти из авиации? Даша нам пишет. Мне кажется, пишет Даша, я как была истеричкой 8-10 лет назад, так и осталась. В детстве мама говорила, что надо таблеточки пить. Сейчас жених убеждает в том, что у меня психические отклонения. Что мама была права, да? Да вот жесткое какое сообщение. И Даша так себе жестко. А мне 31, получается, что я не переросла. Давайте, Михаил, ответим Дашу. Ну, Даше можно ответить вот что. Давайте не Даша, не ее мама, не ее жених не будут ставить Даше диагноз. Тем более по фотографии. Давайте предложим Даше, если она сама считает, что у нее есть проблемы, сходить к доктору под названием психиатр и поговорить, есть у нее проблемы или нет. Потому что, если есть, то врач расскажет. Если нет, то врач передаст привет родным и близким Даше. Правильно же? Правильно. Добрый вечер. Здрасте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Марин. А я бы хотела поделиться своими ощущениями на данную тему. Пожалуйста. Мне 30 лет. Я из города Ростова-на-Дону. И я бы хотела сказать, что я родилась в такой неблагополучной семье. У меня отец алкоголик, мама невротер. Вот. И тяжелое детство было. И, естественно, было много страхов, много плохих эмоций в детстве. Вот. И с возрастом они проходят. То есть я становлюсь более уверенной в себе, и я перестала бояться. А вот приятные, хорошие, радостные ощущения у меня на таком же уровне, как были раньше. То есть я с удовольствием праздную все праздники какие-то у меня хорошие. Все дни проходят с удовольствием. Я радуюсь погоде. У меня прекрасная мусь. Я его по-прежнему люблю спустя 10 лет. Спасибо большое. Ну, вам 30 лет еще сравнивать-то. А вот тут, кстати, насчет дня рождения хочу прочитать вам одно сообщение. Мне 28 лет. Вспоминая, как в детстве обожала день рождения и предвкушала праздник. С трепетом думала, что мне подарит. Чувства дня рождения были особенными. И оно безвозвратно... А, чувство дня рождения было особенным. И оно безвозвратно ушло, когда я выросла. Примерно с 25 я вообще не люблю этот день. Это что-нибудь не значит, спрашивает Вера из Екатеринбурга. И, конечно, Вера, это значит, что у вас, а, низкая самооценка, вы не очень любите себя. И, б, у вас не очень для вас, как вы считаете, счастливая жизнь. Поэтому я понимаю, что вы, как многие девушки, думаете, что в 30 жизнь закончится, а вам уже 28. Вот мальчики пытаются себя похоронить уже в 40, а в 40 вообще не отмечают дни рождения. Но не этой причины. Причина недовольства собой и своей жизнью. Люди, довольные собой и люди, довольные своей жизнью, всегда с радостью ждут своего дня рождения. И для них это действительно праздник, потому что они родились в этот день. И при высокой самооценке, ну да, им это нравится все. Это же их праздник. А когда вот самооценка невысокая и жизнь не очень, тогда, конечно, хочется забыть про этот поганый день. Марина спрашивает. Михаил, я в детстве сильно любила родителей, была привязана к ним. Сейчас мне 44, с 18 лет живу отдельно, постепенно от них отдаляюсь. Недавно я поняла, что ничего не испытываю к ним, особенно к отцу. Когда приезжаю к ним на несколько дней, они начинают меня раздражать. Что со мной не так? Ну, мне только предположить, возможно, я же с Мариной не разговариваю. История следующая. Привязанность в детстве у всех детей носит животный характер. То есть все звери и люди тоже биологически привязаны к родителям. Но избыточная привязанность может быть связана со страхом. То есть ребенок мог остаться один или что-то еще, или ду нервные родители. И он не просто привязан, а как бы патологически. Я знаю детей, у которых температура поднималась, когда мать уходила в магазин. Это такой нервный компонент. Это не про такую вселенскую любовь ребенка к маме, а это жуткий страх и тревога, заставляющая еще больше прижиматься к родителям и быть от них зависимым. А когда человек повзрослел, это ушло. И тут оказалось, что мы не совсем близкие люди. Так бывает грустно, но мы через пару минут поговорим и об этом тоже. Добрый вечер. Михаил, здравствуйте. Мне 46 лет. Спасибо вам большое за все, что вы делаете. Я, знаете, хочу сказать, так как у нас сегодня тема про эмоции. Вот у меня с годами эмоции не меняются. Я, может быть, восторженная дурочка, но я 46 лет обожаю свой день рождения. Обожаю Новый год. Всегда жду его как огромный сказочный праздник. Хотя в моей жизни было очень много потерь и предательств и всего остального, но я как-то вот то ли я неисправимый оптимист, то ли не знаю. И вот так я хотела поделиться, что ничего с годами-то плохо. Вы очень стрессоустойчивы, видимо, и у вас такой счастливый характер. Маша из Москвы. Подскажите, что делать с патологической ревностью к неприятию моей жизни моим парнем? А именно друзья, моя тяга к искусству, общение с интересными людьми. Встречаемся полтора года, живем вместе. Я уже сменила род деятельности на еще один любимый род деятельности. Ну, это труд деятельности асоциальные, а я нуждаюсь в людях, чувствую себя нецелостной. Разговоры ведем раз в два месяца стабильно после приступов, и они учащаются. Сама я не ревнивая от слова совсем, и что делать не знаю. Ну, есть два варианта наслаждаться дальше этим удовольствием. Или прекратить наслаждаться этим удовольствием. Что не надо делать? Не надо никого перевоспитывать, раз. И второе, не надо терпеть то, что вам неприятно, два. А дальше у вас есть два варианта. Или это не ваш парень, или вам уже все нравится. Выбирайте сами. Поехали дальше. Добрый вечер. Здрасте. Алло. Здравствуйте. Меня зовут Евгения. Я из Москвы. Мне 33 года, двое деток. И у меня по какой-то причине... Раньше я очень была жизнерадостной ребенком. Но по какой-то причине происходит так, что эмоции начали гаснуть. Либо я их подавила, или я боюсь их проявлять. Но выходит так, что я вот... Каждый день рождения, какой-то праздник, у меня абсолютный ступор. И вот эмоции, ну вот, боюсь высказывать. Не знаю, с чем... А вы не испытываете, или боитесь их проявлять? О чем речь идет? Я их испытываю, но по какой-то причине я их гашу внутри. В общем, что происходит. Вы считаете, что неуместно, что вы не ребенок, или что? Ну, какие-то идеи у вас есть же по этому поводу? Ну, как-то интуитивно происходит. Может быть, у меня в детстве очень... Ну, я подавленный... Психоэмоционально подавленный. А, то есть у вас просто подавленные эмоции, поэтому ничего нового здесь не произошло. А как вот их проявить так, чтобы это было мне самой комфортно? Не знаю, понимаете? Очень сложно в этом плане. Вам для этого нужно перестать ориентироваться на окружающих людей. Вам надо ориентироваться только на свои эмоции. Одна из причин подавления эмоций людьми, когда они думают, ну, как бы они себя рассматривают глазами окружающих, что это странно выглядит, это неуместно, люди не поймут и так далее. Вот если вы это уберете из своей головы и оставите только себя и свои чувства, все будет получаться. Тимур, город Санкт-Петербург. С возрастом, Михаил, появилась любовь к стратегии. Мне нравится планировать на несколько лет вперед. Люблю откладывать деньги, а также появилось новое чувство глубокого удовлетворения от выполненных планов. Мне 29, и раньше, кстати, такого не было. Ну и слава богу, что раньше не было, а не то, что сейчас появилось. Дальше поехали. А то бы в 5 лет планировали на 29. А у меня был такой мальчик в школе, когда я учился, он был у меня по много тринадцатого младше, он все время копил деньги. Притом, ну, я его помню класса с четвертого или с пятого. И он эти деньги все время засовывал в книги. А потом они приехали на другую квартиру, собрали все вещи, книги все упаковали, потом переехали, все распаковали, книги все поставили. И тут выяснилось, что ни в одной книге нет ни копейки денег. И парень получил в возрасте там 10-11 лет стресс на уровне какого-то миллиардера, который в день разорился. Он, конечно, не посидел в пятом классе, но на него было больно смотреть, он страдал. Никто не мог ему сказать, где его деньги. Не нашли никто. Ну, там можно же фантазировать и гадать, грузчики, не грузчики. Но факт то, что когда они переехали, он по привычке залез в книжки, а там только на белой бумаге черные знаки. И ни одного водяного. Так я перестала читать. Вот так я перестала читать. Добрый вечер. Здрасте. Да, здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Меня зовут Лиля, мне 35 лет, я из Москвы. Я никак не могу радоваться жизням. Был очень тяжелый развод год назад, и никак не могу восстановиться, и не могу отстаивать свои какие-то желания, потому что развод был с дележкой имущества. Я мужу отдала одну четвертую в таунхаусе, где он сейчас проживает со своей любовницей. А он мне отдал полквартиры. Я живу сейчас со своей свекровью бывшей. Свекровь назначила смыслом жизни вначале нашу семью, а потом, когда брак распался, сейчас моего младшего сына. И практически меня не подпускает. И я почему-то впала в такой ступор, что я не могу взять ответственность за своего ребенка, делать с ним уроки, это делает свекровь. И она решила, что у ребенка смысл ее жизни. И я, конечно, у меня уже такая психосоматика сейчас полезла, и я все равно молчу, и ничего не могу, просто даже не зная, что делать, как-то ей противостоять. А вы можете как-то разъехаться с бывшими родственниками? Понимаете, но продавать квартиру, так как мы теперь два собственника со свекровью, ну, достаточно проблематично. Нужно же ее, наверное, какое-то согласие, чтобы продать полквартиры. И вот сделка была не так давно мены. Дело в том, что, как сказать, я даже не знаю, как комментировать, вы живете в таких, я бы сказал, просто скотских условиях. И вместо того, чтобы решить проблему за пять минут, вот сейчас будет разговор о том, что мы деньги потеряем, да, если мы сейчас ее продадим без ее согласия. Вы это хотите сказать или что? Да, я понимаю, что, конечно, я куплю на эти деньги только какую-то однокомнатную. Моя большая ошибка, что я 12 лет не работала, да, сейчас вышла, естественно, на работу администратору в медицинскую клинику. Вот, и зарплата у меня такая небольшая в 40 тысяч рублей. То есть какую-то ипотеку я просто не потяну. Вы знаете, я хочу вам вот что сказать. Когда человек попадает в яму, ему дается один только совет. Хотя бы перестать копать. На этом мы закончим. Виктория, добрый день. Когда мне было 20, 25, 28, мне казалось, что должен быть мужчина, нужно создать семью, а потом у меня случился неудачный брак. Детей в браке нет, но мне 33, и я теперь думаю, что вообще не создано для совместной жизни. Бывают ведь люди, которые не созданы или вообще не способны ужиться. Что вы думаете по этому поводу? Мне кажется, гостевой брак, пишет Виктория, это нормально. Я его еще как-то допускаю. Но вот совместная жизнь. В общем, с возрастом вообще приходит у меня вопрос, а надо ли это к слову о том, как изменилось видение? Да, я думаю о том, что Виктории надо было посетить мои две лекции. Одна называлась «Как пережить крах», а вторая «Как жить не оглядываясь назад». Они немножко, кстати, в Питере будет на эту тему. В феврале, правда, лекция. Значит, что я хочу сказать, дорогая Виктория, что вы демонстрируете? Сначала у вас было желание, чтобы в жизни появился мужчина, семья и бла-бла-бла. То есть вы этого хотели. Потом, когда все это оказалось неудачным, вы испугались, что у вас это не получается. Надо сказать, что любой развод – это психотравма для любого участника развода, потому что люди хотели что-то построить, и у них все это разрушилось. И вот чувство краха и невозможности, и неверия в то, что вы можете быть счастливы, вы можете иметь нормальную семью, нормальные отношения, заставляет вас обесценивать все это в голове. Как это выглядит? Может, нет, вообще не надо? Может, вообще не мое? Ну, а что вы можете еще сказать, если у вас не получился брак? Это страх вас заставляет так считать. А на самом деле есть очень многие люди, которые абсолютно счастливы в браке. Вот мы, Мария же, помните, у нас были звонки? Я говорю, муж любимый, дети обожаемые, домой прихожу. Мужик тоже говорит, вот меня встречает любимая жена, двое детей, и я как бы счастлив, и таких примеров очень много. Но вы из-за страха решили, чтобы вам даже не тянуло вас в ту сторону сказать, да, мне это вообще не надо. Это было уже ванец, как говорят, четвертого, пятого, четвертого, пятого. Да мне и не надо, да я и не собирался. Поэтому поехали дальше. Продолжение следует...